Ближайшее окружение Гитлера составляли адъютанты, фотографы, секретарши. Рейсфюр-эсэс Генрих Гиммлер, который позже стал министром также внутренних дел, он, например, панически боялся походов Гитлера, у него начинают желудочные колики. Гитлер увидел в Геринге человека, который сможет дать партии, нацистской партии, то, чего и не хватало – респектабельности. Геринг, поскольку у него достаточно были сильные боли, он приобрел определенную зависимость от наркотиков. Рейсфюр-эсэс Генрих Гиммлер, человек, который всю жизнь хотел служить в армии, так в ней и не служил, и потом придумал, что он в ней служил и всем об этом рассказывал. Он сформировал вот ту самую карательную систему нацистской Германии. Это был человек, который на самом деле боялся крови. Здравствуйте, меня зовут Константин Залеский, я вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны. Сегодня мы поговорим на тему головы гитлеровской гидры, судьбы нацистских сообщников Гитлера. Геринг, Геббельс, Гес, Гиммлер, Гейдрих. Когда мы говорим о нацистно-социалистическом режиме, то есть режиме власти, который существовал в нацистской Германии, в Третьем Рейхе, в так называемом Тысячелетнем Рейхе, в Великогерманском Рейхе, то можно отметить очень много нюансов. Но, когда мы говорим о системе власти, нужно иметь в виду, что важнейшим аспектом этого явления является принцип фюрерства. Или, как он звучит по-немецки, фюрер-принцип. Этот принцип чрезвычайно важен. У нас сейчас иногда пытаются перевести его на русский язык как вождизм, но это не совсем правильно. Нужно, на мой взгляд, останавливаться именно на немецком описании фюрер-принцип. То есть власть фюрера. И в данном случае это относится не только к фигуре самого Адольфа Гитлера. Да, конечно, он был фюрером нацистской Германии, фюрером партии, и он возглавлял всю пирамиду власти Третьего Рейха. Он был человеком, который стоит над законом, он был человеком, слово которого должно было именно являться этим законом. Но сам фюрер-принцип, он заключается отнюдь не только в этом. Он заключается не только в обосновании роли первого лица государства, как диктатора, обладающего чрезвычайными правами. Фюрер-принцип действовал на всех уровнях нацистского общества, начиная с самого верха, то есть с Адольфа Гитлера, и заканчивая различными блоклейтерами, то есть руководителями блоков Национал-Социалистической Рабочей Партии, руководителями организаций на предприятиях, руководителями небольших подразделений партии или околопартийных организаций. Принцип фюрерства подразумевал, что находящийся на самом верху фюрер, он не может, естественно, охватить полностью все, полностью руководить всем государством. Поэтому он делегирует часть своих прав фюрерам более низкого ранга, причем он делегирует именно права полного распоряжения в этой области, диктаторские полномочия. И поэтому люди, которым он доверял, предположим, руководство экономикой, становились диктаторами в экономике. Людям, которым он доверял управление партией, становились диктаторами в партии. И так на всех уровнях, вплоть до самого низкого. То есть шло вот это вот делегирование полномочий. И тем самым создавался так называемый фюрер-корпус, то есть корпус руководителей нацистской партии. Кстати, именно как раз корпус руководителей нацистской партии был признан на Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками преступной организацией. Соответственно, люди, которые находились на самой вершине этой пирамиды, это были наиболее верные последователи и верные соратники Гитлера. Причем, надо отметить один очень интересный факт. Дело в том, что эти люди, которые были наиболее влиятельными лицами нацистской иерархии Третьего рейха, это были люди, которые отнюдь не составляли ближайшее окружение Гитлера. Ближайшее окружение Гитлера составляли атьютанты, фотографы, секретарши, то есть люди, которые в принципе не играли никакой роли в принятии решений. Это были люди, с которыми он отдыхал после рабочего дня, ну или до рабочего дня, где он чувствовал себя, скажем так, человеком, где он мог отдохнуть, где он мог не заниматься государственными делами. А люди же, которые занимали высшие посты в нацистской иерархии и пользовались, естественно, доверием Гитлера, получали от него делегирование вот этих своих полномочий, они как раз были его соратниками. А учитывая, что Гитлер был достаточно ленивым человеком, то он с этими соратниками не всегда хотел долго общаться. Он с ними решал какие-то вопросы, но в принципе всегда отдалялся от их общения с ними. Например, только одному, только Йозефу Геббельсу удалось с течением времени стать членом вот этого самого узкого круга, сложившегося вокруг Гитлера к 1945 году, когда он жил вместе с ним в бункере имперской канцелярии. Все же другие приходили Гитлеру достаточно редко, ну, Гегель бывал довольно часто, но, например, рейсфюрер СС Генрих Гиммлер, который позже стал министром также внутренних дел, он, например, панически боялся походов Гитлера, у него начинались желудочные колики, потому что он боялся, что Гитлер что-то ему сказал. И делал все возможное, чтобы видеть фюрера как только можно меньше. Тем не менее, люди, которые окружали Гитлера и были его, так сказать, наиболее влиятельными последователями, они сыграли большую роль как в приходе Гитлера к власти, так и позже в создании вот того самого преступного нацистского режима, который позже был осужден на Нюрнбергском процессе. Именно поэтому несколько человек, ну, из вот его ближайшего окружения оказались на скамье подсудимых Нюрнбергского процесса. Другие просто, ну, скажем так, их жизнь закончилась несколько раньше этого. Наиболее известным и в Германии, и за рубежом, и на Нюрнбергском процессе, и, наверное, наиболее популярным среди немецкого населения соратником Гитлера был Герман Геринг. Герман Геринг, как, кстати, и многие соратники Гитлера, они все были достаточно молодыми. Герман Геринг родился в 1893 году, то есть он только был на 7 лет старше 20 века. И при этом Гитлер, который родился в 89 году, он на фоне вот своих соратников казался, ну, достаточно взрослым человеком. Они все были младше его. И Геринг, он был человеком, выходцем из очень приличной баварской семьи. Пускай она не была не баварской, на самом деле она там была смешанная баварская, не баварская, прусская семья. Отец у него был крупным колониальным чиновником. Семья была многодетная. Геринг был достаточно в молодости очень привлекательным молодым человеком. Он жил в замке, который не принадлежал его семье, он принадлежал любовнице его матери, который по стечению обстоятельств был евреем фон Эйберштейном. И впоследствии Геринг отжал этот замок и присвоил его себе. На самом деле Геринг был достаточно амбиционным человеком всегда. Он окончил конецкий корпус в Берлине-Лихтерфельде, поступил в армию, стал офицером. Потом уже во время Первой мировой войны он перешел в чрезвычайно престижный в то время и пользуясь огромной популярностью военно-воздушный флот. И стал летчиком-ассом. То есть он получил высшую награду за храбрость, орден Пур-Ламерит. Он стал командиром легендарной первой эскадрильи Красный Барон, который когда-то командовал легендарный немецкий летчик Рихтгоффен. Он стал последним командиром этой эскадрильи. Он сбил 22 самолета. То есть он, в общем, к 1918 году оказался героем войны без какого-то небыло будущего. Воздушный флот был расформирован, Геринг был уволен из армии. И несмотря на все свои награды, на всю популярность, потому что летчики были популярны, он, в общем и целом, пытался найти себя. И у него там было много контактов с промышленниками. Он продвигал самолеты Люфтганза, сотрудничал, выступал в качестве на развлекательных авиашоу, показывая свой талант летчика. Ездил, работал на почте, имеется в виду, на почтовых перевозках на авиапочке. Жил какое-то время в Швеции, где давал, опять-таки, просвещал показательные выступления. Живился на норвежской баронессе Карен фон Канцев, которая потом скончалась через какое-то время. То есть, в общем, был такой человек, который жил полной жизнью. Он такой был Бон Виван. И вот в какой-то момент, это было уже начало 1923 года, он неожиданно примкнул к нацистскому движению. Там он встретился с Гитлером и имел с ним беседу. Для него Гитлер не был каким-то небожителем на тот момент. Геринг был человеком известным, Геринг был человеком популярным. Он привлекал к себе много внимания. И Гитлер увидел в Геринге человека, который сможет дать партии, нацистской партии, то, чего и не хватало. Такой некой респектабельности. Причем респектабельности именно уличной, для толпы. То есть, он станет человеком, который герой войны, который привлечет к себе внимание масс. Тем более, Геринг, в общем и целом, достаточно хорошо выступал. Он обладал определенной харизмой. Он был человеком напористым. Человеком, который был себе на уме. Он знал, что можно делать, что нужно делать. Любил выступать. Он хорошо смотрелся в военной форме. Он вообще хорошо смотрелся на трибуне. Был достаточно привлекательным человеком. И Гитлер сразу же назначил его главой штурмовых отрядов. То есть, подчинил ему всех. Это при том, что было достаточно большое количество старых бойцов. А Геринг был вот безгода неделя в партии. Но, тем не менее, Геринг активнейшим образом взялся за работу. Перетряхнул все штурмовые отряды. Геринг постоянно выступал. Причем, надо отметить, что с того самого момента, с 1923 года, Геринг ни в коем случае не представлял какой-то оппозиции Гитлера в партии. Он всегда выступал чрезвычайно резко. С чрезвычайно радикальных националистических и российских позиций. Он всегда был, скажем так, правоверным национал-социалистом. Никаких вариантов по поводу того, что вот он временный попутчик, конечно же, не было. Во время пивного путча, который произошел в ноябре 1923 года, Геринг был ранен. Он шел рядом с Гитлером и получил ранение. Причем, достаточно болезненное ранение. В пах он был ранен и в живот. И он был госпитализирован. Жена увезла его в Австрию, за границу. Потому что ему грозило судебное преследование. И там он лечился. Вот это лечение, оно, скажем так, достаточно легендировано в отношении Геринга. Потому что, с одной стороны, это привело к тому, что Геринг стал очень быстро набирать вес. Ну, он и до этого был, в общем, склонный к полноте. У него матушка была достаточно такая полненькая, кругленькая женщина. Но он начал достаточно быстро полнеть. И вот того Геринга, которого мы видим на кадрах в кинохронике, это вот он после 1923 года такой превратился. И, кроме того, в традициях того времени Герингу боль снимали наркотиками. Ну, морфином. Морфином. Это была совершенно традиционная вещь. Просто тогда снимали так боль. Могли снимать так раствором кокаина, например. Почему это было? Ну, это был уровень развития медицины. И вот в тот момент Геринг, поскольку у него достаточно были сильные боли, он приобрел определенную зависимость от наркотиков. Правда, надо сказать, что он с этим справился. То есть в какой-то момент он перестал себя контролировать и, в общем, стал наркозависимым. Но потом он, видимо, решив для себя, что это тупиковый путь развития, он взял себя в руки, лег в психиатрическую клинику, где его вылечили от наркотической зависимости. Отметим, что, во-первых, это был достаточно решительный поступок, потому что в то время наркотическую зависимость лечили в психиатрических клиниках. Это во-первых. А во-вторых, методы лечения наркотической зависимости напоминали методы средневековой инквизиции. То есть это были такие очень чрезвычайно жесткие ограничительные карательные меры. Тем не менее, Геринг в 1928 году, фактически полностью излечившись от наркозависимости, прибыл в Германию и предложил Гитлеру свои услуги. Но Гитлер не хотел ввязывать Геринга в какую-то внутрипартийную борьбу, оставив его, скажем так, возможность действовать публично. И Геринг вскоре стал одним из 12 депутатов-нацистов Рейхстага. Это дало ему колоссальные преимущества. Во-первых, как депутат Рейхстага, он обладал неприкосновенностью, он отдал возможность бесплатно ездить по всей Германии, он выступал, он активно действовал, и фактически став рукопожатым представителем Гитлера. То есть если Гитлер тащил за собой шлейф уличного бойца, то есть такого горлопана, который выступает перед толпами в различных пивных, то Геринг, несмотря на то, что он тоже выступал в пивных и тоже выступал перед толпами, тем не менее Геринг тащил за собой вот именно этот самый шлейф героя войны, человека, которого приятно встретить в каком-нибудь великосветском салоне. И он начал налаживать связи между промышленниками и Гитлером. И выстав в этом отношении человека совершенно незаменимым. Он сыграл колоссальную роль в приходе Гитлера к власти. В 1932 году нацисты фактически выиграли парламентские выборы и в Рейхстаге сформировали самую большую и влиятельную партию. И как следствие Геринг был избран председателем Рейхстага. То есть на тот момент, когда Гитлер был назначен рейхсканцером, то есть на январь 1933 года, Герман Геринг был вторым человеком в государстве после рейхспрезидента Гинденбурга. И в этом отношении он, во-первых, предоставил свой дворец, как дворец президента Рейхстага, в распоряжении Гитлера. Это самый центр города, это вообще ряд напротив Рейхстага. Ну, я не напротив, рядом с Рейхстагом. Он, как президент Рейхстага, мог устанавливать контакты с любыми представителями любых элит Германии. И он это сделал. То есть, по большому счету, он обеспечил политическое прикрытие прихода Гитлера к власти. Гитлер этого не забыл. Гитлер вообще достаточно положительно относился к Герингу. Все время его продвигал. В момент прихода Гитлера к власти Геринг получил чрезвычайно много. Он стал имперским министром без портфеля. То есть, вошел в состав кабинета без четкой должности. Хотя подразумевалось, что он станет вскоре министром авиации. Он им вскоре и стал. Одновременно он получил министра внутренних дел Пруссии. Это пост, который может смотреться со стороны не очень влиятельной. Но Пруссия контролировала большую часть полиции Германии, министерства. И вообще, в результате этой перестановки, когда Геринг был назначен министром внутренних дел Пруссии, в его подчинении оказалось вооруженных солдат больше, чем все было в Рейхсвере. Потому что прусская полиция по численности превосходила Рейхсвер. Геринг сыграл колоссальную роль в начале фашизации Германии. Именно он установил в Пруссии систему террора. Он вывел на улицы штурмовиков и эсэсовцев, которых объявил частями вспомогательной полиции. И развязал с помощью них совершенно кровавый террор против социал-демократов и коммунистов. Как только загорелся Рейхстаг, Геринг немедленно объявил, что это сделали коммунисты и обвинил их в этом. После чего был принят чрезвычайный закон, который ограничил все, какие только можно права. То есть, вклад Геринга в приход Гитлера к власти колоссален. И еще больше вклад в фашизацию Германии. В межвоенный период, то есть до 1939 года, Геринг был нацией номер два в нацистской Германии. Причем этого не скрывал никто. Количество постов, которые он приобрел, было колоссальное. Ни у одного человека столько не было. Причем, мало того, что он остался министром внутренних дел Пруссии, Он стал еще министром-президентом Пруссии, то есть возглавил прусское правительство. Одновременно он стал имперским министром авиации. В 1936 году он стал главнокомандующим Люфтваффе, то есть военно-воздушных сил. Одновременно он возглавил ведомство имперских лесов и имперской охоты. То есть, это колоссальное министерство, такое без названия министерство, центральное ведомство. Наконец, он стал главой управления четырехлетнего плана. То есть, фактически, он был назначен диктатором немецкой экономики. Ему было поручено в течение четырех лет, это в 1936 году ему было поручено, провести, принять чрезвычайные меры, чтобы Германия добилась независимости от сырья, поставляемого из-за рубежа, и подготовить германскую военную промышленность к войне. То есть, перевести ее на военные рельсы. И Гитлер это сделал. Он создал Люфтваффе, он стал членом тайного совета министров, при этом он остался крупнейшим партийным деятельом. И, как следствие, в июне 1941 года, то есть, как раз в момент нападения на Советский Союз, особым приказом Гитлера Геринг был объявлен его преемником. То есть, человеком, который в случае, если Гитлер вдруг неожиданно погибнет, того ли он там паралич его разобьет, то Геринг должен был стать главой государства. В принципе, в нацистской Германии не подразумевалась идея, что кто-то должен выбирать фюрера. То есть, на случай, если Гитлер уйдет. Формально изначально Гитлер предполагал, что будет создан некий фашистский сенат, который занимал третий этаж в коричневом доме и должен был там собраться, чтобы выбрать нового лидера. Но никто никогда этот сенат не назначал, даже никакого положения не было, то есть, вообще не существовало. И тут Гитлер, значит, в 1941 году, он обозначил, что в случае чего будущим лидером будет Герман Геринг. К этому моменту Герман Геринг, после того, как его люфтваффе сыграли достаточно важную роль и в польской кампании, и в кампании на Западе, он, кроме этого, стал еще, кроме всего лишь перечисленного, он стал еще и высшим офицером вермахта, потому что ему было присвоено звание, которое никогда больше никому не было присвоено, он стал именоваться рейхсмаршалом Великогерманского рейха. И после Франции он получил в награду Большой крест Железного креста. Эту награду тоже никто больше не получил за время Второй мировой войны. Вот когда мы смотрим на карьеру Германа Геринга, мы должны прежде всего отдавать себе отчет, что это был абсолютно убежденный национал-социалист, это был абсолютно убежденный последователь Гитлера и его идей, и никаких либеральных высказываний он никогда себе не позволял. Он всегда был чрезвычайно жесткий в высказываниях и всегда отстаивал именно позицию, которую занимал Гитлер. Война сказалась очень сильно на позициях Геринга. Дело в том, что он постоянно начал терять свои позиции. Сначала его оттеснили от руководства промышленностью. Новые силы в виде Франца Тотта или после Альберта Шпеера, они оказались более эффективными и начали отбирать у него компетенцию. В нацистской Германии существовала такая система социального дарвинизма в управлении страной. То есть люди не лишались своих должностей, они теряли компетенцию. То есть Геринг, да, сохранил до конца, до 1945 года и пост президента Рейхстага, и пост управляющего, уполномоченного по четырехлетнему плану, но он потерял всю свою компетенцию. Этому способствовало также потери и поражение Люфтваффе, которые после начала... Сначала они провалили битву за Англию, потом неудачно начали действовать на Советско-Германском фронте. Когда Геринг, наконец, провалил снабжение Сталинградской группировки, это уже подорвало его позиции так же сильно, как и начало бомбардировок Германии. До этого он утверждал, что ни одна вражеская бомба не упадет на территорию Германии. И в результате, к 1945 году Геринг, оставаясь вторым человеком в партии, оставаясь рейхсмаршалом, оставаясь одним из самых богатых людей Германии, потому что он совершенно безнаказанно пользовался государственной казной, он просто был прирожденным казнокрадом и собирал колоссальные коллекции драгоценных камней, произведения искусства, которые покупал за совершенно... Ну, за очень небольшие деньги. Украшал свои поместья, принимал иностранных послов, участвовал в охоте. То есть был таким лицом, картинкой Третьего рейха. Но к 1945 году он практически полностью растерял свою компетенцию. И когда он попытался объявить себя преемником Гитлера... Ну, Гитлер остался в Берлине, и было понятно, что оттуда он уже не выйдет. И Геринг, тогда посоветовавшись с начальником имперской канцелярии Гансом Генрихом Ланмерсом, объявил, что он... Ну, вернее, написал Гитлеру письмо, что мой фюрер, я готов принять на себя пост преемника. И Гитлер отстранил его от всех должностей и приказал арестовать. И он был действительно арестован эсэсовцами, но позже освобожден своими летчиками. И 7 мая Геринг сдался американцам. В результате он не покончил с самой в тот момент. Он был выведен на Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками и стал там самым известным и самым важным подсудимым. Причем он был готов взять на себя эту роль и взял ее. Он сидел первым на камне подсудимых и всегда заявлял, что он является представителем власти Третьего Рейха. Он берет на себя всю ответственность. Он готов за это отвечать. Он чуть не сорвал Нюрнбергский процесс своими действиями. И только с очень большим трудом путем объединения всех сил обвинения удалось его нейтрализовать. Причем в том числе внесудебными методами. Ну и в результате Геринг, который категорически заявил, что он не признает суда Нюрнбергского трибунала, поскольку судить его должна исключительно Германия, он был естественно приговорен к смертной казни. Он этого ждал. Он об этом даже заявил. Он сказал, что вы не можете приговорить меня к ни к чему другому. И он был к этому готов. И за два часа до приведения приговора в исполнение Герман Геринг в камере своей покончил с самоубийством, приняв яд. Как он смел получить эту ампулу с ядом, до сих пор неизвестно. Когда мы рассматриваем судьбы ближайших соратников Гитлера, мы можем видеть, что эти люди совершенно по-разному пришли в движение, в нацистское движение, и совершенно по-разному закончили свою жизнь. Но, как это все-таки достаточно приятно, никто из них не избежал наказания за совершенные ими преступления. Тот же самый Йозеф Геббельс, он пришел в движение из левой части нацистской партии. Он сначала был сторонником Штрассера, но потом его переманил к себе Гитлер. И весь пропагандистский талант Геббельса, хотя он был кроме этого еще и гуляйтером Берлина, и занимал много других постов, тем не менее его пропагандистский талант проявился именно на службе преступного режима. Он как раз создал вот эту вот империю нацистской пропаганды, империю пропаганды лжи, которая меняла сознание, прежде всего, населения Германии, создавая образ великого фюрера и непогрешимого фюрера, и вселяя в население Германии веру в победу нацистского режима. Это как раз был вклад Йозефа Геббельса. И, как следствие, Йозеф Геббельс, именно он объявил тотальную войну в Германии. И именно он, по завещанию Гитлера, стал последним рейхсканцлером нацистской Германии, хотя и не принял этот пост и покончил с собой. Показатель того, насколько фанатичными были соратники Гитлера, это как раз именно судьба Йозефа Геббельса. И то, как он вел пропаганду, и то, как он закончил свою жизнь. Потому что он покончил не просто покончил с собой, а покончил с собой вместе с женой и всеми своими шестью детьми. Это... То есть они были убиты, были отравлены, а потом застрелилась жена с Геббельсом. Вот это было уже май 45-го года, имперская канцелярия. Другой человек, секретарь Гитлера Рудольф Гесс, пришел из армии, недоучившийся студент, он был демобилизован, бывший летчик. И он оказался в обществе Туле, он оказался увлечен геополитикой. И именно он, познакомившись с Гитлером, объяснял Гитлеру основы геополитики. Именно Рудольф Гесс первый назвал Гитлера мой фюрер. И начал вот это вот создание вокруг Гитлера, вот это вот ореола высшего существа. Он его возвел на пьедестал непогрешимой личности. Именно Рудольф Гесс был секретарем фюрера, которому Гитлер диктовал Майнкамф. И, возможно, какие-то идеи Рудольфа Гесса тоже пришли в Майнкамф. Именно Рудольф Гесс стал заместителем фюрера по партии после прихода к власти. И стал представлять его практически на всех мероприятиях. Гитлер даже объявил о том, что он снимает с Рудольфа Гесса звание обергруппенфюрера СС. Потому что это звание недостойно Рудольфа Гесса. Рудольф Гесс значительно более крупная фигура. И при этом Рудольф Гесс улетел в 1941 году в Англию. Зачем? Он летел туда, чтобы договориться с англичанами. С людьми, которых фюрер ставил на одну расовую ступеньку с немцами. И что две этих расы, они не должны убивать друг друга, они должны дружить. Что произошло дальше, мы не знаем. Все это закрыто. Это закрытая информация, которая пока еще не опубликована английской стороной. Но тем не менее, после войны Рудольф Гесс был выведен на Нюрнбергский процесс и сидел недалеко от Германа Геринга. И он был приговорен к пожизненному тюремному заключению. И остался в какой-то момент последним заключенным тюрьмы Шпандау. Берлинская тюрьма в районе Шпандау стояла и охранялась четырьмя нациями-победительницами. И там был всего-навсего один заключенный, Рудольф Гесс. И там он покончил с собой, когда ему было уже за 90 лет. Еще один соратник Гитлера, Рейссюрер СС Генрих Гиммлер. Человек, который всю жизнь хотел служить в армии, так в ней и не служил. И потом придумал, что он в ней служил и всем об этом рассказывал. Человек, который возглавил охранные отряды СС, личную черную гвардию Гитлера. Отряд его телохранителей. И в результате, когда он возглавил ее в 1929 году, в его подчинении было в районе 200 человек. А когда в 1945 году он оставил, закончилась война, в его подчинении было порядка миллиона человек, миллиона эсэсовцев, в том числе войска СС. Он сформировал вот ту самую карательную систему нацистской Германии. Он создавал концлагеря, он создавал энзанс-команды, которые проводили массовые расстрелы евреев. По его приказу создавались лагеря смерти, где уничтожались люди. И при этом Генрих Гиммлер был человеком свято убежденным в идеалах национал-социализма. Возможно, он был даже более убежденным, чем Адольф Гитлер. То есть это человек, который следовал фарватере Адольфа Гитлера, для которого Адольф Гитлер был неким высшим существом. Ему было поручено введение фактически всей расовой политики на территории Германии. При этом он был мистиком, при этом он верил в переселение душ. Это был человек, который на самом деле боялся крови. И при этом делал все, чтобы никто его в этом не заподозрил. Он фактически бравировал своей жестокостью, заявляя, что эта жестокость вынужденная. Что он это делает ради великой нации. И несмотря на колоссальный груз своих преступлений, преступлений, которые не совершил, наверное, ни один человек за историю человечества, тем не менее, в 1945 году Генрих Гиммлер пошел договариваться с англичанами. Он считал, что его кто-то будет рассматривать в качестве равноправного партнера. И он дошел до англичан и во время обыска покончил с собой, раскусив ампулуционистого калия. Пример Генриха Гиммлера показывает, как, в принципе, человек, не обладающий какими-то выдающимися талантами, может в рамках фашистского режима создать собственное фактически государство. Государство в государстве. После войны даже вышла такая книга, которая называлась «Государство СС». Действительно, Генриху Гиммлеру удалось создать организацию, которая охватывала огромное количество областей применения человеческого знания. То есть в СС были и войска СС, то есть действующие на фронте подразделения политической гвардии Гитлера, и карательные органы, как то Гестапо, служба безопасности СД, криминальная полиция. Это все находилось под контролем Гиммлера. Ему подчинялась вся полиция Германии. Он стал министром внутренних дел, то есть ему подчинялись еще и другие подразделения типа здравоохранения. Кроме того, он стал имперским комиссаром по консолидации германского народа. То есть ему было поручено проведение переселенной политики, чтобы сосредоточить всех немцев на территории Германского рейха. Одновременно ему было поручено руководство иностранными немцами, так называемая Volksdeutsche Mittelstelle. То есть все немцы, которые проживают за рубежом, должны были контролироваться именно Генрихом Гиммером. Ему подчинялось главное управление национал-статистических учебных заведений. То есть он влез даже в подготовку молодых кадров для нацистской партии. То есть не было такой области знания, куда бы ни влез Генрих Гиммер. Мало того, созданием общества Любенсборн он хотел взять на себя воспитание всех внебрачных детей в Германии. Созданием общества Ананербе он хотел контролировать исследование древнегерманских традиций ИСАК, чтобы использовать это в качестве определенного суррогата религии. Потому что он был, естественно, антихристианином и боролся всеми силами с христианскими религиями. То есть компетенция Генриха Гиммера росла постоянно. Он шел вперед к своей вершине. Чем дальше, тем больше нацистскому режиму нужны были каратели. Каратели, которые были бездумные. Цель Гиммлера, которую он обозначил, выступая еще перед обергруппенфюрерами СС, была в том. ССовец, ты не должен думать о выполнении приказа. За тебя думают. Ты должен выполнять приказ беспрекословно. На пряжках ССовцев была выигравлена фраза «ССовец, твоя честь в верности». То есть верность Адольфу Гитлеру была поставлена в идеал. Все нужно было выполнять беспрекословно. Именно делая на эту ставку, Генрих Гиммлер и стал, если не фаворитом Гитлера, то человеком, которому тот мог поручить выполнение любого задания. И эти задания он получал постоянно. И все эти задания были преступны, потому что все они вращались в той или иной степени вокруг уничтожения людей. Генрих Гиммлер стал олицетворением и квинтэссенцией карательной стороны нацистского режима. Когда мы говорим о Генрихе Гиммлере, многие упоминают такую фамилию, как Рейнгард Гейдрих. Многие говорят, что именно он стоял за спиной Гиммлера. Но это не совсем так. Это как раз был человек, наверное, один из самых страшных людей нацистского режима. Все дело в том, что Рейнгард Гейдрих, будучи начальником главного управления имперской безопасности, главного карательного органа нацистской Германии, по большому счету, не был убежденным национал-социалистом. Он был чиновником, он был человеком, который случайно попал к Гиммлеру. Его привел сын его крестный, просто познакомить, он оказался безработным морским офицером. И Гиммлер предложил ему написать план создания секретной службы. И тот составил, в течение 15 минут на листке набросал будущий план создания СД. И после этого, это было в 1932 году, и после этого Рейнгард Гейдрих все время возглавлял карательные органы. Причем он был именно чиновником. Он был тем, кто был так называемый убийцей за письменным столом. Он планировал массовые акции, он планировал массовые убийства, он планировал газовые камеры. Все это он планировал, при этом он любил играть на скрипке, при этом он любил общаться с людьми интеллектуальными, он дружил с адмиралом Канарисом, вместе с которым они совершали конные поездки. Именно Гейдрих провел то самое знаменитое ванзейское совещание, на котором было принято решение о так называемом окончательном решении еврейского вопроса, вслед за которым заработали газовые камеры нацистских концлагерей. В массовом порядке туда стали гнать на убой миллионы евреев. Это был его приказ, приказ Рейнгарта Гейдриха. И после этого Рейнгард Гейдрих сделал стремительную карьеру. Его повысили. Лично Гитлер назначил его исполняющим обязанности имперского протектора Богемии Морамии, то есть наместником Чехии. Прибыв туда, Рейнгард Гейдрих в кратчайшие сроки установил там достаточно сильный порядок, крепкий порядок. Он практически ликвидировал сопротивление и наладил военное производство. Именно поэтому из Великобритании были заброшены два чешских патриота, которые совершили на него покушение. Рейнгард Гейдрих в 1942 году на пите своей карьеры, на взлете, скорее всего, ему светил пост имперского министра внутренних дел и еще более блестящая карьера. Он был смертельно ранен в Праге, когда в его машину бросили бомбу. Так он и скончался. Вот это некое количество соратников Гитлера, мы видим, что это совершенно разные судьбы. Судьбы прихода в нацистское движение, они разные. И конец у них тоже разный, но у них общее одно. Общее это преступление. То есть нацистский режим, он преступен в своей сути. И ни один человек, будь то журналист-пропагандист, будь то сотрудник спецслужб, будь то секретарь Гитлера, будь то врач, будь то профессор философии, ни один человек не может, находясь на службе фашистского режима, остаться незапятленным. Он обязательно будет причастен к преступлениям и, как следствие, он в той или иной степени понесет за это наказание. Что мы и видим на примере вот этих соратников Гитлера.